Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я расскажу свою историю о том, почему после появления PS5 в моем доме я все равно продолжаю играть на Xbox Series и в принципе даже не думаю переходить полностью на PS. Перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также пиши свою историю о том, на чем играешь и почему. Все вы знаете, что у меня в доме появилась PS5, она считается консолью брата, поскольку я проиграл ему в UFC и многие здесь скажут, ха, поэтому ты не будешь играть на ней, ну тут да, есть доля правды. Но так или иначе это как бы не мешает у него позаимствовать ее на вечер или на то время, когда он на ней не играет. Несмотря на ее эксклюзивы, клевый геймпад и прочие элементы, ради которых многие берут эту консоль, я не особо горю желанием играть и переходить на нее в качестве основной платформы и сейчас расскажу почему. Первые причины это библиотека игры. Как вы все знаете, игры это главный фактор игровой консоли и как вы тоже знаете, вся библиотека игры у меня как раз таки на Xbox. Многие скажут, пффф, возьми и купи новые игры на плойку и к тому же получишь более лучшую оптимизацию. Если сходить из тестов колды, дерта, нового ассасина, может быть это действительно так, но я как говорил ранее, не склонен считать пиксель, а также вглядываться под 400 зумом ради нахождения отличий. То, как выдает игру Xbox Series меня устраивает более чем. Единственные игры, которые я пройду у брата на плойке, так это экзы, которые меня интересуют. Все. Остальное чисто на Xbox. Я такой человек, которому нравятся в большинстве случаев онлайн, кооперативные игры и я до сих пор продолжаю играть в ту же гирю пятую или форзу. Многие могут, конечно же, заявить фу, играет в говно, лучше бы экзы перепрошел и тут я вам сразу поясняю. О вкусах не спорят и нет смысла доказывать вашу иную точку зрению, что лучше, а что хуже, ибо мне решать во что играть, а что нет. Вы можете без проблем что-то посоветовать или там написать во что играете вы, но засирать вкусы кого-либо это попахивает фанатизмом. Кстати, в последнее время очень много вижу людей на эту тему, что обсирает вкусы других ребят и скажу так. Не обращайте внимания, играйте во что вам нравится и забейте на чье-то мнение. Главное, чтобы вы получали от этого удовольствие. Разве не так? Продолжая тему игр и мой личный выбор в сторону Xbox я отнесу экономию. За весь игровой год я купил довольно-таки маленькое количество игр, поскольку в большинстве случаев играл лишь в игры Xbox Game Pass. Несмотря на то, что для многих там игры ни о чем, лично я все еще не успел пройти Battletoads, Outer Worlds, иногда поиграю Войну Миров Z, плюс пройду Control, когда он добавится, он кстати добавится по-моему в этом месяце. Плюс с недавнего времени я начал проходить Последних Джедаев, поскольку подписка EA Play добавил в подписку Ultimate. И все эти проекты плюс 100, которые еще доступны, мне обошлись всего лишь там около 5000 за 2 года. Да, понятное дело, что какую-нибудь там колдул, киберпанк я все равно приобретаю отдельно за фулл прайс, но так или иначе, основная библиотека игр, в которую я играю и продолжаю играть, это проекты Xbox Game Pass. Поскольку для меня там реально большое количество проектов, которые я когда-то хотел поиграть. И пока нет новых игр, которые мне капец как интересуют, я буду их проходить практически на халяву. В ту же Forza Gear я также играю по ней, ибо не вижу смысла при наличии подписки покупать игру навсегда. Плюс к тому же я дождусь всех эксклюзивных проектов, которые также добавятся по подписке, ну и поиграю по сути за эти же деньги, которые я вложил ранее. Помимо этого, экономия у меня еще идет за счет Аргентины. Если вдруг кто-то не знал, можно покупать игры через другой регион. Конечно, в России самостоятельно этот способ сделать невероятно сложно, но для этого при помощи этой группы ВКонтакте вы можете приобрести многие игры дешевле, чем в Microsoft Store. Как раз таки с той самой Аргентиной и знатно сэкономить. Если что, ссылочку на группу оставлю в описании, все честно, без обмана, поскольку я лично контролирую эту группу. Тот же новый дерт, который в Store стоит 70 баксов, я взял там за тысячу с чем-то. Ну, сами понимаете, капец какая разница и капец как сэкономил. Также мое предпочтение к Xbox больше остается именно из-за геймпада. Несмотря на то, что DualSense дарит множество эмоций во время игры и у него намного прикольнее вибрация, в онлайне я комфортнее себя чувствую именно с контроллером от Xbox. Поскольку он хорошо лежит у меня в руках, отличный по форме и по материалу стики, ну а также мне на нем удобнее контролить все кнопки. Но опять же, это все из-за размера рук. Не говорю в этом случае, что геймпад от PlayStation 5 как-то неудобен, просто при онлайне мне удобнее играть именно на этом, именно на Xbox. Опять же, это чисто субъективный выбор, чисто привычка, но я говорю о своих ощущениях так, как оно есть. Взяв контроллер PlayStation 5, я уже лично не могу так комфортно себя чувствовать в онлайне, увы. Также одной из самых главных причин играть на боксе, это мои друзья. Я прекрасно понимаю, что на плойке тоже можно без проблем найти с кем поиграть, но все же с теми, с кем я знакома лично, я играю каждый день, они все играют на Xbox. Если бы я купил колдун на PlayStation или больше бы не заходил в гирю, ну как бы я смог прожить без своего другана Виджила? В сочной красной балаклаве. Это просто невозможно. Плюс я от него получил бы по-любому по щам, ну прям стопудово. Да, я понимаю, что в той же колде есть крузплей, но так или иначе, без лишнего геймора проще иметь консоль одного бренда. Кстати, подписывайтесь на его канал, на нем вы найдете очень много контента про Xbox Series S, ну и не только. Ссылочку оставлю в описании. Все эти причины, это не причины покупать именно вам Xbox или PlayStation. Это лишь моя позиция на этот счет и объяснение для многих, почему я до сих пор остаюсь на Xbox, несмотря на то, что в моем доме есть плойка. Если вы будете пытаться меня как-то там переубедить, то сразу говорю, не стоит, поскольку это мой выбор, который мне до сих пор приносит удовольствие. Плойку пятую в этом случае я рассматриваю, наверное, чисто как дополнительное устройство, чисто для экзов, не более. Это по сути единственное, что многих тянет купить плойку пятую, ну это по факту. Ибо те самые эксклюзивы, это действительно качественные проекты. Да, многие из них, конечно, могут быть переоценены, но в любом случае в списке экзов каждый найдет то, что ему нравится по вкусу, и лишь мне из этого списка нравится Паук, Бух Войны и Uncharted. Остальное уже, ну, такой себе. И если уж адекватно, то рационально ради трех игр я бы не обвинял свой Xbox на плойку на постоянную основу. Короче, в этом плане у меня лично осталась точно такая же позиция, как в восьмом поколении. Играя на боксе, а плойка чисто ради экзов. Если продолжать тему эксклюзивов, то больше проектов, которые мне нужны, как раз таки на Xbox. Гиря, Форза, тоже новые Хейла. Просто в этих проектах я проведу большее количество времени, поскольку у Xbox они еще ориентированы, по большему счету, на онлайн. Ну, а как вы знаете, я люблю онлайн. Многие могут сказать, мол, ну тогда еще в плане рациональности, в твоем случае, лучше иметь ПК. Ибо игры там дешевле, плюс тот же Xbox Game Pass есть. Но дело в том, что у меня уже есть ПК, и он без проблем потянет все экземайков. Но проблема заключается в том, что мне неудобно на нем играть. Да, присоединение к геймпаду будет тот же Xbox, но нет. Прикол заключается в том, что те самые экземайков, которые доступны и на ПК, по тому же Xbox Game Pass, лично у меня создают много всяких проблем. То игра скачивается, то не скачивается, то запускается, то не запускается. И это все при условии, что у меня все, что касаемо винды, лицензионное. Вы не поверите, но та же Гири 5 у меня буквально неделю назад опять перестала запускаться вообще. И при запуске просто кидает в приложение в стори, которое уже установлено. Я ленив в этом плане и не хочу лишний раз чем-то себя заморачивать или искать решение на ту или иную проблему. И именно поэтому лично для себя ПК я не рассматриваю в качестве игрового устройства вообще. Для многих это может показаться тупостью, может быть странностью. Мол, странно, что у тебя вообще проблемы с пользованием ПК. Но я говорю, как оно есть. И поэтому в этом случае мне проще иметь консоль, в которой я нажму всего лишь пару кнопок и с удовольствием проведу свое свободное время в любимой игре. Как вывод к видео скажу так, не важно то, что говорят другие, важно, чтобы вы играли на том, на чем вам больше всего хочется. Поскольку это ваш выбор, это ваши ощущения и никто кроме вас не сможет сказать, что вам больше всего принесет удовольствие. Если вам нравится серия Анча, Бога войны, Гранд Туризма и прочие проекты и больше вас ничего не интересует, покупайте плойку и не парьтесь. Нравится Форза, Гири, подписка Xbox Game Pass, берите бокс и также не парьтесь. Нравится ПК, берите ПК. И пока кто-то пытается кому-то что-то доказать, я лично получаю удовольствие от игр и ни о чем не жалею, что собственно вам и советую. На этом в принципе все, если понравился видос, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok